Привет, друзья! На днях приобрела канифоль Андре, раньше до этого никогда ей не пользовалась. Давайте вместе ее посмотрим. Канифоль находится в пластмассовой упаковке, которую легко открыть, как пробку на бутылке. Канифоль темная, ручная работа производит ее в США. Друзья, мой вам совет. Если вы меняете канифоль, который еще до этого не пользовались, то обязательно поменяйте в областной смычке, чтобы две разные канифоли не смешивались. Можно поставить на инструмент новые струны. У меня струны старые, но с них я тщательно удалила канифоль. Как я это сделала, вы можете узнать, посмотрев вот это видео. Ссылочку я оставлю вверху. Я поменяла волос. Перед вами абсолютно новая канифоль и абсолютно не наканифоленный смычок. Некоторые канифолят по всей длине от колодки до шпица, только в одну сторону. Мне кажется, нужно канифолить так, как вам удобно. Главное, что если у вас канифоль вот такой формы, круглой, советую, когда вы канифолите, делать круговые движения, чтобы канифоль стачивалась равномерно. Тогда вам ее хватит надолго. Вообще, пользоваться канифолью больше года нельзя. Она втореет, теряет свои свойства и начинает осыпаться хлопьями. Когда вы канифолите нижнюю часть смычка, вы можете разбить канифоль о колодку. Придерживайте указательным пальцем колодочку, и тогда вы не разобьете канифоль. Канифоль сочетает в себе мягкость и ощутимую жесткость. Посмотрим, как канифоль осыпалась. Практически скрипка, как и была чистая, такой и осталась. Это учитывая то, что я наканифолила сильно. В дальнейшем так канифолить, конечно, смычок не стоит. То, что сейчас я услышала, мне нравится. Инструмент не хрипит, канифоль сильно не осыпается. Есть и мягкость, и одновременно цепкость. Это очень здорово. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok